здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию изготовить эмэджер который принципе то очень результативен при любых рыбалках мы сейчас будем использовать ряд материалов которые в процессе вязания я вам покажу давайте приступим я взял крючок тимка 200р в районе грудки совсем немножечко грузил свинцом и теперь нам понадобится вот такая пряжа антрон совсем немножко буквально вот так отступив от груди подтягиваем крепим наш антрон и плотными витками стараемся чтобы не было бугорков доводим наш материал до начала загиба и здесь мы уже можем отрезать буквально по величине как у ред так порядка двух трех миллиметров если этого будет мало мы всегда сможем потом вернее много мы сможем потом подрезать в качестве сегментирующего элемента я буду использовать вот такой света накопительный он достаточно крепкий и в то же время не вызывающий потому что желательно чтобы наша личинка была такой нейтральной имеется как всегда в наборах остатки вот таких перьев которые находятся на стебле возле мечевидных перьев павлина очень хорошие и удобное для изготовления тела закрепим его практически считайте по всей длине до грудки перо и теперь уже возвращаясь к нашему к нашей грудке мы немножечко придадим форму нашей личинки подровняем неровности вот так вот достаточно добавляем капельку клея и изготовим намоточку нашего тела изготовили вот такое тело провели обмотку нашей светонакопительной пленкой если ее нет можно использовать проволоку и теперь нам необходимо с вами наклонить вот так назад наши волокна и здесь подхватим пока ничего не отрезаем в качестве крыла мы будем использовать с вот такой хороший материал который мне попался под руки разных цветов очень удобен в работе и в то же время хорошо себя как всегда зарекомендовал у нас в работе берем теперь прядь вымеряем которая нам необходимо с подворотом если это будет немножко лишнее можно будет всегда подрезать крепим здесь сперва парочку накидных петель и подтянем немного вот столько будет достаточно теперь окончательно я подхватываю материал так как нам плавучи здесь необходимо и в районе колечка уже отрезают остатки нашего материала удалили материал и теперь нам понадобится вот такой дабинг как я уже неоднократно его применял у него здесь хоть и не обозначено но очень хорошо работает при ультрафиолете то есть на больших глубинах и значит при недостаточной освещенности промажем немножечко нашим клеем нить и небольшими щепоточками сформируем грудку изготовили с вами вот такую симпатичную грудку и теперь берем наши прядь которая у нас была отломлена назад и аккуратненько вот так ее сверху выкладываем следим за тем чтобы равномерно шло распределение материала подняли промотали перед колечком есть добавим немножечко клея на нить сделаем завершающий узел в таком вот темном оттенке с использованием тех блестящих элементов арт антрона белого который мы с вами изготовили это у нас будет обозначена зачатки тех крылышек которые будут у нас проявляться поэтому сама по себе контрастность мушки очень хорошая и сделаем завершающий узел теперь приведем ее в порядок подрезали подровняли наш хвостик кисточку и отрезали остатки антрона приблизительно так же как и у хвостика и вот такая достаточно уловистая приманка проверенная уже годами готова к работе работает практически при любой освещенности в любом водоеме пробуйте друзья мои всего вам хорошего до скорых встреч